Здравствуйте, меня зовут Яна Скворцова. Я приветствую вас на своем канале, модель режима канала Молика Зате, он также об умном шопинге. Сегодня я хочу ответить на вопрос моей зрительницы Нины о том, как я снимаю макияж с ресниц, не щипят ли мне глаза, потому как я тоже делаю это, в общем-то, маслом. Но сначала хочу показать, как я делаю локоны, как я делаю локоны при помощи футболки. Итак, мы помыли волосы, мы отжали их полотенцем, либо футболкой. Повторюсь, футболкой это делать очень удобно, потому как она очень хорошо впитывает. И об этом, кстати, очень многие блогеры уже говорят, о том, что вытирать волосы футболкой это очень быстро, это очень удобно и так далее. И, соответственно, мы расчесали волосы, это очень важно, разделили их на тот пробор, на который мы носим, в моем случае это примерно вот так, центральный пробор. И волосы расчесать это важно, потому что иначе они просто будут у вас как будто бы помятые, смятые, то есть локонов не получится. Расчесали волосы, все, назад их убрали, вот наша футболка. В моем случае это обычная футболка, оверсайз, как я люблю, она с коротким рукавом, может быть с длинным рукавом. Но, повторюсь, для таких целей, вот у нее короткий рукав, очень удобно использовать детские футболки. Соответственно, если у вас есть дети, то возьмите их футболки, они могут быть любого цвета, они обязательно белые. Ну и, в общем-то, вот так вот все это я делаю. Этот способ, он не заменит вам, в общем-то, укладки, да, ну и вот так вот все это формирую сзади. Забираю все волосы, вот так вот все тут сматываю, завязываю. Соответственно, вот эта часть, она высыхает очень быстро. Как я уже говорила, я здесь завязываю либо резинкой, либо просто вот так. И, соответственно, что я хочу вам сказать, что очень важно, чтобы волосы были примерно практически сухие, то есть очень хорошо их отжать футболкой, возможно, это даже третья футболка будет для вас. Ну, вот так вот хожу по дому. Этот способ не заменит вам укладки, но он вам очень поможет, если вы, допустим, на отдыхе, да, и очень часто, пока собираешься сама, что-то там делаешь, очень жарко, волосы высыхают очень быстро. Соответственно, чтобы они высохли в локоны, то вот можно использовать такой способ. Это подойдет мамочкам, потому как очень часто, опять же, пока ты помоешься, пока собираешь детей, пока в один угол, в другой, соответственно, волосы твои уже высохли, ты не успел их уложить. Ну и вообще это подойдет тем, у кого, в общем-то, нет необходимости вот в такой вот прямо лосковой укладке, но есть необходимость в какой-то укладке. И хочу также сказать, что этот способ, он прекрасно работает, если вам нужно надеть потом шапку, то есть у вас вот эту часть, неважно, что с ней будет, да, есть прикорневой объем, нет прикорневого объема, как здесь, в общем-то, заломы произошли, либо не произошли, вы надели шапку, а здесь у вас прекрасные локоны. Либо вы надели шляпу, как в моем случае, я летом очень часто ношу шляпу, соответственно, вот у меня всегда такие есть пляжные волны, хотя на самом деле, да, я не делаю укладку, не делаю горячую укладку, и, в общем-то, все происходит очень быстро, ну, как-то так все это происходит под белой футболкой. Итак, я отвечаю на вопрос Нины по поводу, сейчас я сделаю красоту себе, вот так чуть-чуть, сужу лицо между прядями, да, чтобы оно было. Итак, как я убираю макияж? Макияж. Действительно, действительно, я не убираю, если я крашу ресницы, макияж непосредственно маслом, потому как вы правы, масло, оно может попасть и может щипать не само масло, зависит от того, каким маслом, да, вы пользуетесь, например, кокосовое масло, вот, по моим ощущениям, оно не щипит, оливковое масло действительно может щипать, но это тоже зависит от региона, где оно выросло, оно может быть более кислым, даже на вкус, менее кислым, вот тоже на вкус, соответственно, мне кажется, оно может щипать больше или меньше. Но самое главное, что вам может попасть туш при таком, в общем-то, снятии макияжа, при таком способе снимать макияж. Соответственно, как я делаю? Если у меня нет тонального крема, как правило, его у меня нет, если я, в общем-то, не находилась нигде в центре большого города, где трафик, в общем-то, где-то в своей зоне погуляла с детьми, в общем-то, забрала из сада, сделала свои обычные дела, то я, как я уже говорила, я иду непосредственно в душ, и, как правило, у меня накрашены брови, и, соответственно, только ресницы, и то тоже не всегда. Под душем я все смываю водой, я не пользуюсь ни пенками, ни мылом, ничем, и потом, когда я выхожу из душа, у меня, конечно же, здесь вот такие, как у панды, да, такие следы, и вот эти следы я ватным тампоном смываю, протираю ватным тампоном, смоченным в масле, в моем случае это оливковое масло, либо кокосовое масло. И хочу сказать, что такой способ снятия, да, снятия макияжа очень удобен также тем, что, в общем-то, вы запечатываете влагу в своей коже, да, потому как вы промакиваете маслом, все эта пленка остается, если вам не нравится, промакивайте еще туалетной бумагой. Ну, в общем-то, скорее это будет ощущение, что у вас жирная кожа, чем, в общем-то, действительно, она у вас будет такая жирная, и в любом случае она никогда у вас не будет от масла такой жирной, как бывает жирной, вот если мы очень сильно ее очищаем агрессивными разными средствами моем, у нас появляется так называемая Т-зона, которая блестит, можно даже соскоблить, в общем-то, этот жир, да. Есть другой вариант снятия макияжа, тот вариант, когда, допустим, вы используете много тонального крема, B&B крема, да, либо вы побыли в какой-то загрязненной, в смоговой зоне вашего города, и, соответственно, тогда нужно тоже очистить лицо тампоном, смоченным в масле, и пойти в душ, потом все это механически, да, мыть, если, опять же, у вас останется тушь, то промакнуть вот именно эту зону, потому как тушь под водой, она, в общем-то, спускается сюда, но, опять же, если у вас все-таки остается тушь, вот водостойкая у вас тушь, я советую, во-первых, вам ее больше, наверное, не покупать, да, в общем-то, потому что обычная тушь тоже держится достаточно долго, но либо как-то аккуратно, да, потому как, на мой взгляд, попасть может и щипать не само масло, сколько масло с тушью, потому как мы знаем, что если тушь попадает нам в глаз, то, в общем-то, рекомендовано глаз промыть, но, повторюсь, что попадание масла в глаза, оно может, в общем-то, вызывать такие неприятные эффекты, как чуть-чуть пощипать, либо даже вот мы как будто бы не можем проморгаться, потому что, в общем-то, эта пленка, она как-то вот у нас сформировалась, сформировалась, и на самом деле я давно не сталкивалась с проблемой, вот, что мне щипят глаза, когда я убираю тушь, именно потому что я ее таким образом не убираю, да, то есть она у меня вся сползает сюда, я ее убираю по большому счету с нижнего века, но я вспомнила, что масло действительно может щипать, потому как я летом постоянно использую масло с высоким SPF-фильтром, и я обязательно спешу об этом видео, какие масла обладают солнцезащитным эффектом. Безусловно, все нужно использовать с умом, но я могу сказать, что прошлым летом, а я примерно 3 месяца провожу на море, я обошлась без единого нанесения, в общем-то, продуктов, специально сделанных промышленным способом для, в общем-то, защиты кожи от солнца, и весь август, когда дни укорачиваются, соответственно, солнце не такое жгучее, как в июне и в июле, и мои дети, в общем-то, ни разу не воспользовались солнцезащитными специальными кремами, но, безусловно, есть свои особенности, все нужно делать очень аккуратно, и, в общем-то, если вы это делаете первый раз, то, в общем-то, ну, я расскажу, как все это можно начать пробовать, но в прошлом году, повторюсь, я попробовала, и у меня все получилось хорошо, ни у кого не было никаких ожогов, но я вспомнила, что, да, масло стекает, и масло может щипать, щипать вот глаза, и этот эффект, в общем-то, да, имеет место быть. Ну, в общем-то, как-то вот так, формируем локоны, снимаем все маслом оливковым, подсолнечным, кукурузным, здесь не важно, потому как эффект будет, в общем-то, жирорастворимости вот именно маслом, поэтому, поэтому как-то все, как всегда, просто. Была Инна Скворцова, всем хорошего дня, пока-пока!